Субтитры сделал DimaTorzok Какой красавчик Вот Первый лес Чакоба найденный То есть я уже немножечко Даже сюда он проходит Какая прелесть Ну вроде я сюда и сам мог пройти Так что я немножечко Как говорится причастился К вселенной Файнл Фэнтези На Чакоба покатался Все могу сказать что посвящен Ладушки Ладушки о ладушки Карандашики Бабушки Ну ладно А теперь мы возвращаемся Здравствуйте уважаемые зрители канала Taurus Gaming Revival И я вам расскажу что я Записываю эту серию Из будущего То есть у меня уже записано 5 серий Но в связи с тем что я Раздолбаю я случайно перепутал Записанный файл Видеофайл По третьей серии С другой серией И в итоге я ее удалил Да я удалил И в итоге у меня Третья четвертая записана Сейв есть Все нормально Но я В итоге без третьей серии И сейчас я Включу вам звук А то что то звука не то И сейчас будет такая знаете Коротенькая серия Где мы в основном С вами пробежимся По сюжету По сюжету Если вы не забыли А вы не должны были забыть Мы Своими руками уничтожили деревню Это достаточно странно Тут Наш Сесил Будет очень сильно Ой Расстраиваться из-за этого Но Картина в чем Вот эта девочка Которую мы там Пытаемся спасти Обвиняет нас в том Что мы Уничтожили там Например ее мать И все то подобное Но я это в прошлой серии Еще говорил И сейчас повторю Что Вообще Ситуация очень Странная какая-то Я не совсем допер Что да как Почему-то Все очень странно получилось Но в чем дело В чем дело Главное дело В том Что Как я понял Нам вручили Кулечек Ей нужен отдых Добро пожаловать Комната дальше Деньги Нет Все в порядке Идите Благодарю Вот Вот Как ты Как тебя зовут Я знаю Что поступил ужасно И не заслуживаю прощения Но позволь мне Защитить тебя Прошу Ну вот То есть Понимаете Тут Все вот это вот строится Как будто Наш Сесил Главный злодей Хоть его класс И Да дайте мне договорить Сесил Вот вы где Все же я нашел вас Постой Король Король Считает Зовущих Туманов Весьма Опасными Чтобы жить Что Отдайте Ее Нет И тут Я очень Сильно Смеялся С того Что Видите Мы как бы Это наши Подопечные До этого В атаку То есть Мы ими Командуем Но Из-за Особенностей Механики Мы вот такие Вот маленькие Вот А враги Наши Такие Крупные То есть Мы сейчас По факту Одного Размера Но Для того Чтобы Изображать Врагов Более эпичными Их вот так Вот увеличили Так Я тут Изгаляться А в принципе Изгаляться Не Нечем Я Сесил Так вот Давайте Сейчас Немножечко Перевернем Весь сюжет И подумаем Нашего Сесила Проинформировали О том Что Сейчас Вы опять Будете Говорить Да Я доставила Вам проблемы Простите Меня Это Я должен Извиниться Я знаю Ты не простишь Меня Но Но Вы защитили Меня Я сейчас Начну Бомбить Как В Бесконечном Лете Как Все Дни Лето Господи О чем Они несут Я Рудия Зовущая Рудия Вступила В отряд Нас Проинформировали Сказали Что Участились Появления Монстров Нам Дали Кулечек И отправили В деревню Туманов Как я понял Дракон Почувствовал Приближающуюся Опасность В лице Нас Вот этот Туманный Дракон С которым Мы сражались В прошлой серии Сбросил Мать Руди И полетел Защищать Отбиваться От нас Далах Воспитывал Свою дочь Один Но Она Убежала И в итоге Мама Руди Погибла И Дракона Мы убили И Руди Посчитала Что это Мы А мало Того Мы еще Взяли Пришли И Пакетик В наших руках Взял Раскрылся И уничтожил Всю деревню Я шел Фабул Но Странный Сарик Сказал Что через Подводный Тоннель Нельзя Пройти Только Член Королевской Семьи Демиана Может войти В пещеру Антиона Что на Востоке Демиана Но Об этом Обо всем Мы узнаем Чуть попозже Так что Не переживайте Проходите В эти дни У нас Не много Клиентов Все из-за Этих Монстров И вот И получается Руди Считает Что мы Главный Злодей Который Уничтожил Ее Деревню Уничтожил Убил Ее Маму Мы Нашли Больную Девочку Шедшую Из Барона Теперь Она Здесь Догадайтесь Кто Это В сражении Участвуют Два Фланга Передавая Тыл Размещайте Более Слабых В тылу Догадайтесь Кто Эта Девочка Больная Я Хочу Пойти В Демиан И Стать Балериной Смотрите Как Я Танцую И В принципе Знаете Можно Понять Рудио Она Еще Юна Молода Критического Мышления Не Развита И Она Правда Могла Подумать Что Мы Злодей Ладно Хорошо И Она Обвиняет Нас Хотя Мы Не Виноваты В итоге Наш Сесил Не пытается Ничего Объяснить И Не Как Растолковать Всю Ситуацию Которая Случилась Нет Он Реально Признается Что Да Я Виноват Ты Меня Никогда Не Простишь Но Подводный Тоннель Лежит На Северо Востоке Кайпа Но Теперь Там Поселился Огромный Морской Змей Но Беда В чем Ребят Рудия Сразу Прощает Нас Как Только Мы Попытались Защитить От Вот Этих Ребят Добро Пожаловать В Кайпа Так Это Учебный Класс И Вроде Как Поехали Чакоба Двигается Только По Карке Например Чтобы Войти В Город Нужно Расследовать Расследовать Чакоба Нажав Кнопку А Помните Когда Вы Освободите Чакоба Он Возвратится В свой Лес Чакоба Живут В особых Лесах Их Можно Поймать И Оседлать Нажав Кнопку А Как И Для Разговора Когда Вы Едете На Чакоба Враги Не Атакуют Вас Кто Такие Чакоба Это Страус Подобные Птицы На Которых Можно Передвигаться Но В этот Раз Я Их Нашел И Вам Показал Когда Вы Узнаете Новое Название Постарайтесь Запомнить Его Расположение На Карте Помните Что Верхний Край Карты Означает Север Нижний Юг Левый Запад А Правый Восток Блин На самом Деле Знаете Третья Серия Была Весьма Хорошей Из-за Моего Растычничества Я взял Ее И потерял Всегда Можно Сделать Четыре Записи Но Лучше Сделать Более Двух Чтобы Иметь Резервную Копию Имея Свои Сохранения Наслаждаться Игрой Смогут Несколько Человек Во время Ходьбы Отряд Обозначается Одним Из своих Членов Ведущего Можно Менять Кнопки Права Да Это Вот Так Вот Вы Можете Изменить Имя Героя Поговорив С Крестителем Он Всегда А А Он Всюду Ищите Его В Городах Сохраняться Лучше После Отдыха И Перед Тем Как Исследовать Неизвестные Места Даже Если Наш Отряд Будет Убит Вы сможете Продолжить Игру С любого Сохраненного Момента В процессе Путешествия Вы можете Сохранять Игру Сохраняться Можно Находясь На карте Или в Специальных Местах Защищенных Полем Ну а Креститель Вот И я В прошлый раз Сделал Так Вот Изменить Имя Да Сесил И я Сесила Заменил На Своего Любимого Знаете Такого Ну не могу Я Так не Сделать Я назвал Его Сережа Вот Видите Как раз Специально Специально Сквейфсофт Сделали Шестизначные Имена Для того Чтобы Я мог Назвать Его Сережей Вот И дальше История Продолжилась Уже Не от лица Сесила А от лица Сережа Когда Ваш Рюкзак Забит До отказа Вы можете Оставить Часть Вещей На хранение Большого Чакова Когда вы Чувствуете Запах Чакова Достаньте Морковь Большой Чакова Непременно Появится Вот Ну ладно Вернемся К обсуждению Ситуации Но она Его сразу Простила Как только Он ее защитил Значит Она не так Сильная На него И злится Но На всем Этом Строится Главный Сюжет Все Этой Игры В чем Что Да Типа Вот Мы Такие Вот Хоть И под приказом Но все Совершали Злодеяния А эта Девочка Такая Потерявшая Семью И деревню Отправляется С нами В общем Все это Очень странно И не Спланировано Не вздуманно Я конечно же Понимаю Что это Старая РПГ В контрольной Панели В опциях Также можно Отрегулировать Скорость Сообщения Выводимых В бою Вот Все это Я конечно же Понимаю Старая РПГ Но извините Это уже Четвертая Часть Четвертая Часть Финалки Можно Уже Было Как-то Даже В Зельде Второй В третьей И то уже Было Более Как-то Все Логически Сковано В бою Главная Скорость Если вы Не уверены В себе Можете Уменьшить Скорость Боя В контрольной Панели В опциях Иногда Безрассудство Бывает опасно Если вы Видите Что проигрываете Бой Лучше Отступите Для этого Одновременно Нажмите И удерживайте Кнопки Лево И вправо Более Слабых Бойцов Лучше Ставить В тыл Для этого Используйте Меню Фланг В контрольной Панели В режиме Боя Игрока Можно перемещать Между передовой И тылом Нажимая Стрелку В левое При появлении Меню Команд игрока Если нажать Стрелку Вправо Вы Усилите Защиту Игрока Но беда В чем Я тут Столкнулся С этой Вот Фланг И Почему-то Они у меня Оба Перемещаются Не хотят В общем Я хотел Рудию Поставить Потому что Она маг У нас Если что Не бегите От врагов В торопях Вы можете Потерять Часть своих Денег Некоторые Заклинания Действуют Сразу На всех В режиме Боя Вы можете Наложить Такое Заклинание На врагов Или союзников Для этого Нужно Выбрать Заклинание И дважды Нажать Стрелку В сторону Объекта Этот Принцип Применим И в Контрольной Панели Для меню Магия Во время Боя Можно Менять Содержимое Рука Игрока Не покажутся Руки Игрока Теперь Вы можете Сделать Замену Оружия Или Щита Монстры Вроде Зомби И скелета Получают Сильный Урон От Цветых Атак И Огня Используя Стрелы Следите За тем Чтобы Они Случайно Не Закончились Монстры Живущие В воде Слабые Против Атак Грома Обычные Раки Держат Оружие В одной Из рук Но Есть Такие Которые Орудуют Двумя Руками У некоторых Монстров Есть Слабые Места К примеру Монстры Огня Слабы Против Холода И Наоборот Ледяные Монстры Боятся Огня Ну Вот такая Вот Школа И Единственная Печаль Моя В том Что Такие Классы Будут В каждом Большом Городе Но Это Будет Бессмысленно Потому Что Будут Говорить Не Все То же Самое Так Ладно Продолжаем Исследовать Город Парень Вот Продолжаем Исследовать Город Лежит На северо-востоке Кайпа Но теперь Там поселился Огромный Морской Змей Ооо Анна Любила Одного Юношу Но Килах Запретил Ей Встречаться С ним Поэтому Они Сбежали Единственная Беда Я не Помню Где Мы Остановились В Третьей Серии Так Это Он Нам Говорил Ну По Магазинам Ходить Смысла Нет И Значит У нас Осталось Одно Место Куда Мы Можем Пойти Эта Земля Принадлежит Демиану Замку На севере Его Наследник Принц Поет Красиво Как Барт Вот Домик Девушка Из Барена Все Еще Не Отправилась Она Все Время Повторяет Одно Имя Вам Знаком Сережа Да Нам Знаком Сережа Два Года Его Слушаем Роза Роза Наша Любовь Пошла За Нами Сережа Не Оставляй Меня Сережа И Все Это Все Что Она Может Сказать Потому Что Она Заболела Излечить Ее Лихорадку Может Только Рубин Песка Но Он Находится В Логове Монстра По Имени Антиан Да Атака На самом Деле И Она Может Легко Помять Что Ж В Итоге Следующая Часть Серии Заключалась В том Что Я Здесь Бегал И Прокачивал Нашу Рудью Здесь Здоровенная Такая Пища Пустыня Но Если честно Она Никакущая Она Никакущая Вот Несмотря на то Что Рудья Как бы Маг Она Все таки Еще дерется Но Настолько Слаба Что Она Не Может Даже Этих Трех Парней Забить А Это Самые Слабые Вради У Ней Здоровье Десятка Вот И Вот Так Я Здесь Немного Бегал И Занимался Прокачкой Рудью Я Где-то Прокачал До Десятого Уровня И Поверьте Мне Она Сравнялась С нами По урону Иногда Она Даже Сильнее Нашего Оу 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 Вот Тут Мы Сейчас Зафейлимся Потому Сейчас Один Удар По ней И Все И Все Мы Все Это Окажется Бессмысленно Так Второй Отправился Хорошо Третий Отправился Замечательно Ау Живи Рудья Все Вытихали Но это Враги Посерьезнее Оказались Вот Вот Все Лед Мы Выучили И Лечение Мы Выучили И Все Стало Отлично И То Есть Теперь Мы Просто Можем Вот Так Вот Да Раз И Вылечили И Следующий Раз Но Неважно В итоге Что В итоге Пустыня Здесь Здоровенная Но Пустая Я Вам Какие-то Битвы Показывал Каких Врагов Если Мы Не Встречали Врагов Всяких Показывал Прокачивался Потихонечку Но Смысла Сейчас Всего Этого Делать Я Не Вижу Так Что Давайте Мы С Вами Вылечимся Спокойной Ночи Теперь Мы Спим С Руди В Одной Постели Теперь Мы Друзья И Нам Плевать Что Там Недалеко В соседнем домике Лежит Наша Роза Но Да Ладно Но Да Ладно И В итоге В итоге Что Дальше Все Пути И Все Подсказки Нас Подводят К тому Что Нужно Ити Наверх В Пещеры Эта Пещера Вот Здесь Вот Надо Было Бабочку Бить Нет 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 Вот Всех Давай Ну Видите Да Как Все Лишь Один Уровень Уже Порешал Она Уже На Троих Девятнадцать А Представьте Что Было Если Мы Этим Дом Сжахнули Сразу А Ступил Ну И Все Как Бы Это Было Недолго Несложно Вот Видите Она Выучила Заклинание Карта Самое Бессмысленное Заклинание На самом деле А У нас Маги Нет То Что Та Штука Вытащила У нас Сумаги Но Не важно Вот Нам Нужно Идти Вот Сюда Вот Сюда Нам Нужно Было Идти И Сейчас Я Попытаюсь Вспомнить Где Мы Остановились Лечение Ох Ты Ж Божий Чери А Еще Нет Это Как Я Уже В третьей Серии Принял Решение Что Незачем Не Показывать Вам Все Бои Вот Ну а так В основном Да Вот Если Не Сильно Заморачиваться Все Битвы Происходят Так То И Самые Сложные Для Игры Здесь Маги Потому Что Нужно Быстро Выбирать Иклинание А Если У тебя Бойцы Сильные Крутые То Ты Просто Можешь Так Нагибать Вот И Последняя Щука С этого Я тоже Урнул Так Вот Гром Она Выучила И Она Это Заклинание Нам Очень Поможет Здесь Но Ладно Ладно А Закончил Я Если Мне Память Не Изменяет Зомби Давайте Попробуем Механику Сб Побега Сделаем Право И Влево Нужно Зажать Держать О Переместились А Как Мне Сбежать Я Хочу Сбежать Потому Что Эти Зомби Вру Папашку Ну Вы Сами Видите Что Поисходит Да Беги Пожалуйста Я Не знаю Как сбежать Давайте Сейчас Проверю Где Мы Остановились Может Быть Это И Недалеко Ох Ребят Сейчас Я Его Колупал 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 Этих Четырех Зомби Вы Даже Не Представляете Насколько Это Ужасно Вот Один Тоже Движ Тоже Движ Демиан Здорово Давайте Объединим Силы Чтобы Демиана Поспешим И Мудрец Сталах Вступил В отряд И Вот Он К нам Присоединился И Вот Здесь Я Остановил Серию Все Сюжетно Я Вам Все Показал Вроде Ничего Не Должно Случиться А То Что Я Там Какие То Сундучки Не Открыл Но На самом Деле В них Ничего Конкретно Важного В этой Серии Не Было Поэтому Поэтому Ребята Давайте Заканчиваем Этому Серию Ставим Лайки Извините Что Так Уж Получилось Но Я Дурак Я Профукал Серию Но Чему Быть того Не Миновать И В итоге Вот Такая Серия Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Подписывайтесь На Таурус Гейминг Ревайвал Пока Пока